Доброе утро, дорогие друзья. Продолжается утро 10 мая. В прошлом году в столице произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, и в каждом кто-то получил ранение. А также, в общем, велосезон только начинается, в самом разгаре. Самое время напомнить правила дорожного движения всем участникам движения. И в этом нам поможет начальник отдела агитации пропаганды ГАИ города Минска Александра Попова. Александр, доброе утро. Доброе утро. Рады вас приветствовать в нашей студии снова. Очень приятно вас видеть. Ну вот, наконец-таки, велосипедисты, которые очень долго ждали окончания зимы, достали свои велосипеды, выехали на улицу, на тротуары, на проезжую часть. Вот расскажите по статистике, кто чаще виноват в ДТП, где есть велосипедист? Это водитель, либо это тот человек, который на велосипеде? С каждым годом велосипедистов становится все больше. И вот уже, как говорил ваш коллега, в этом году зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали непосредственно велосипедисты. Велосипедисты, да. Три дорожно-транспортных происшествия произошли по вине самих велосипедистов. В двух ДТП участвовали несовершеннолетние. То есть, это такая неприятная статистика, к сожалению. Но если говорить о том, кто виноват, кто прав в ситуации с дорожно-транспортными происшествиями, то каждое ДТП необходимо рассматривать индивидуально. То есть, если существует такое мнение, да, у водителей, то в любом случае, там, велосипедист будет прав, там, или пешеход будет прав, это не совсем верно. Ну, для примера я назову несколько случаев, которые имели место в прошлом году, когда две велосипедистки, находясь в состоянии алкогольного пьянения, то есть это разные случаи, но в двух случаях девушки находились в состоянии алкогольного пьянения, пересекали проспект независимости, значит, в неположенном месте. То есть, произошло дорожно-транспортное происшествие, и ответственность несли велосипедисты по статье 18.23 Кодекса об административных правонарушениях. То есть, если мы говорим о ДТП с участием велосипедистов, то в первую очередь хотелось бы напомнить и велосипедистам, и водителям транспортных средств о том, что даже наезд на минимальной скорости на велосипедиста, да, может повлижиться в утяжкие последствия, так как все-таки у нас не защищен велосипедист, в большинстве случаев не защищен также простыми, самыми простейшими средствами индивидуальной безопасности. То есть, на шлем, на локотники, на коленники у нас, к сожалению, не принято. Очень часто велосипедисты просто подъезжают к пешеходному переходу, они даже не думают о том, что нужно как-то спешиваться и аккуратненько пройти это все дело. Они вылетают туда и думают, что водитель должен их заметить, когда тоже водитель движется с большой скоростью. Мне вот интересно, кто должен в этой ситуации быть более осторожным и осмотрительным. Понятно, что обе стороны, но мне кажется, что водители тут более внимательны и сосредоточены. И велосипедист всегда выезжает слишком быстро. Тут какая-то, мне кажется, больная тема абсолютно всех. Нужно ли выйти из машины и сделать ему замечание вслед? Ты не успеешь, он уже уедет. Ну, я думаю, что сделать замечание вслед, наверное, не стоит, так как иногда замечания такого рода бывают, что это можно уже из-за хулиганства воспринять. Поэтому, наверное, все-таки не стоит. И, к тому же, это может повлечь за собой создание аварийной обстановки и, в том числе, какую-то остановку движения. То есть, ну, все-таки не стоит этим ограничиваться. А скажите, Александра, а вот нужно ли вызывать ГАИ, если в данном случае в ДТП участвует пешеход и велосипедист? Вот я просто знаю одну ситуацию из личной жизни, когда велосипедист просто ехал на тротуаре и сбил женщину, она упала, а он уехал дальше, даже не извинился. И вот что в таких случаях делать? Вызывать ГАИ? Ну, в любом случае, необходимо обращаться в милицию, но с учетом того, что все-таки это не является, там, как таковым дорожно-транспортным происшествием, то в любом случае необходимо вызывать милицию для того, чтобы остановить все обстоятельства произошедшего. Ну, вот к теме касательно спешивания, да, то есть в правилах дорожного движения указано о необходимости спешиваться в случае проезда, если нет, так называемого велопереезда. В том случае, если он присутствует, то необходимо снизить скорость, то есть до скорости движения пешехода, который пересекает проезжую часть, то есть это очень важный момент. И велосипедисты зачастую не соблюдают его, то есть мало того, что он не спешивается на пешеходном переходе, они еще и проезжают его, как вот было до этого справедливо замечено, да, с слишком большой скоростью. А есть ли какие-то штрафы за то, что велосипедисты не спешиваются на пешеходном переходе, а просто перелетают, вот если вот в другом случае инспектор заметил такое правонарушение, как-то наказывают велосипедистов за это? Ответственность велосипедистов наступает по статье 18.23 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья содержит несколько непосредственно частей, да, и в зависимости от обстоятельств произошедшего, в частности нахождения в состоянии опьянения или отсутствия опьянения, и от тяжести, и от характера наступивших последствий, то есть это будет то легкое телесное повреждение или механическое повреждение транспортного средства, наступает ответственность, и санкция указанной статьи предусматривает ответственность, начиная от одной базовой величины и заканчивая 20 базовыми величинами. То есть, ну, допустим, самое простое по части первое в том случае, если будет просто нарушение пунктов ПДД велосипедистам, то это непосредственно от одной до трех базовых величин. И далее уже состояние алкогольного опьянения, причинены легкие телесные повреждения, причинены механические повреждения транспортным средствам, то есть, как я и говорила ранее, необходимо учитывать все-таки каждый случай индивидуально и рассматривать все признаки состава правонарушения. Понятно. Я надеюсь, что сейчас велосипедисты это все дело услышали и больше не будут ничего нарушать. Ну и водители тоже ведите себя как надо. Мы вас благодарим за то, что вы нашли возможность сегодня прийти к нам в гости и всегда рады вас видеть. Спасибо. Дорогие друзья, мы еще раз хотим вам сказать, давайте беречь и уважать друг друга, чем бы мы, на каком бы средстве мы не передвигались, пешком или на двух колесах, или на четырех. У нас в гостях был, была начальник отдела агитации пропаганды ГАИ города Минска Александра Попова. Спасибо.